В умелых руках даже так называемые олигархи могут принести большую пользу стране. Если мы не просто бездумные рабы железометонных политических догм, которые имеют свойство существовать в головах сами по себе, вне всякой связи с пространством и временем, то должны быть способны объективно оценивать реальные и бесспорные факты окружающей жизни. К числу таковых относится и сегодняшняя отрадная новость, действительно всероссийского значения. Это вам не какая-нибудь жена Собчак пришла на вечеринку в новом платье и затмила всех. Цитирую. Как сообщило 4 сентября 2020 года ООО судостроительный комплекс «Звезда», СКК «Звезда», Большой Камень, Приморский край, на предприятии завершается строительство сухого дока, одного из крупнейших в мире. Ведутся пусконаладочные работы, уникальное гидротехническое сооружение размером 485 на 114 метров, глубиной 14 метров, дает неограниченные возможности для строительства судов любых габаритов и сложности. Сухой док будет сдан в эксплуатацию на 4 года раньше первоначально обозначенного срока. Судостроительный комплекс «Звезда» создает на Дальнем Востоке консорциум инвесторов во главе с Роснефтью по поручению президента Владимира Путина. На судостроительном комплексе «Звезда» в эксплуатацию уже введены. Блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов и продвинутой судостроительной системой, транспортно-передаточный док. Построенные цеха дали возможность, не дожидаясь окончания работ по строительству верфи, приступить к постройке судов. Конец цитаты. Да, конечно, вся эта гигантская стройка ведется при активном содействии китайских товарищей и южнокорейских партнеров. И это, разумеется, не повод для восторга. Но если понимать вещи правильно, то значит надо понять и то, что в данной ситуации делается все, что необходимо для быстрейшего достижения максимального результата. Строительство собственного флота, причем не только гражданского, но и военного, а двойное назначение «Звезды» в будущем не вызывает сомнений. Слишком важная и неотложная государственная задача, чтобы все делать правильно, не спеша и строго патриотично. То есть дожидаться десятки лет, пока в стране будет восстановлена порушенная до основания демократами производственная база и налаженная на этой основе новая промышленная кооперация, и все это время покупать, покупать и еще раз покупать готовые морские суда всех типов в той же Южной Корее, переплачивая за это колоссальные деньги. Не лучше ли построить за гораздо меньшие средства вот такой завод и в конечном счете производить все это самим? Конечно же это лучше, перспективнее и экономичнее. Тем более, что никакая заграница нам не построит ни авианосец, ни крейсер, а если даже и сможет построить, то России это совершенно не нужно. Потому что такие чувствительные для безопасности страны вещи мы должны всегда уметь делать сами. А если дело обстоит так, а оно обстоит именно так, то надо набраться духу и вопреки замшелым идеологическим схемам, придуманным по совершенно иным и почти забытым историческим случаям, честно признать следующее. Строительство одного из крупнейших в мире судостроительного комплекса «Звезда» на Дальнем Востоке под руководством главы Роснефти, так называемого олигарха Игоря Сечина, а чуть ранее Крымского моста и всей связанной с ним крымской транспортной системы, порученное другому олигарху в кавычках ныне героя труда Российской Федерации Аркадию Рутенбергу, велось и ведется стахановскими темпами, с высоким качеством и в рекордные сроки. И что особенно характерно, без бесконечных и беспросветно унылых своей повторяемостью воровских скандалов. Что же касается того, что эти люди далеко не бедны и могут позволить себе и загородный дом, и даже яхту весьма приличных размеров, так ведь и при советской власти лучшие и самые полезные люди страны от них не бедствовали. При том, что автор этих строк небольшой поклонник капитализма, как общественного строя, понимающий всю глубину присущих ему изъянов и пороков. Очевидный факт реальной возможности его эффективного использования в мирных целях, на фоне таких примеров было бы глупо отрицать. Уже не говоря о таком, мягко говоря, не слишком афишируемом факте, как то, что даже в период пика коронавирусной эпидемии и связанной с ним паники, все продовольственные магазины России были битком набиты продуктами питания. А кое-где образовавшийся вследствие той же паники дефицит гречки, соли и спичек был ликвидирован буквально на следующий день. А вот если же вспомнить пустые полки советских гастрономов конца 80-х годов прошлого века, нет, виноват, они были заставлены трехлитровыми банками с солеными огурцами. Когда не было никакой крупной войны или той же эпидемии, совершенно ясно, что случилось бы с нынешними супермаркетами, если бы ими до сих пор командовали тогдашние горпромторги. С их закоснелыми в своем бюрократизме стало начальниками. Да они бы даже соленых огурцов не завезли в магазине, ссылаясь на коронавирус. И в стране вполне мог бы начаться элементарный голод со всеми вытекающими социально-политическими последствиями. А нынешним торговым бизнесменам просто деваться некуда. Да, конечно, они мироеды, захребетники и все такое прочее. Но прекратить торговлю и перестать завозить продукты они просто не могут. Для них это смерти подобно. Нравится кому-то или нет, но это чистая правда. Так что на самом деле плохих измов в природе не бывает. Бывают разные люди. Любую общественную конструкцию можно приспособить на пользу дела. Было бы только желание и были бы правители, способные такое желание сделать былью. Россия в этом смысле, на мой взгляд, крупно повезла. В конечном счете, все зависит только от того, кто в доме хозяин. И если это такой человек, как президент Российской Федерации Владимир Путин, то у него самые крутые олигархи будут работать на общее дело и на благо Отечества. А если не будут, то в городе Лондоне есть еще много пустующих коттеджей, где можно скородать остаток своих дней. Кому и сколько отведено судьбой. И ванны там, говорят, очень комфортабельные. Капитализм в этом смысле просто энергетическая субстанция, которой необходимо задать определенный вектор движения. И не более того. Такая же ситуация, как с атомной энергией, на основе которой в зависимости от желания заказчика можно или соорудить атомную бомбу, и она сожжет все живое, или построить атомную электростанцию, и она принесет свет и благополучие в наши дома. Дикий российский капитализм образца лихих 90-х был именно такой атомной бомбой, превратившей в руины целую страну. В руках Путина он скорее напоминает атомную электростанцию, способную принести много пользы. В конце концов, странно пенять на саму энергию, если все зависит только от того, как мы ее используем. Что же касается пресловутых косяков при строительстве Дальневосточного космодрома, да и вообще нынешнего состояния российского космоса в том его невзрачном виде, который не без злорадства живописует либеральная пресса, то в этом, конечно, ничего хорошего нет. Особенно, если принимать все, что там пишут за чистую монету. Но я бы не рекомендовал с этим слишком спешить. И тому есть причина. Россия, однажды уже оказавшаяся под колпаком у Мюллера, научилась вести себя предельно осторожно в том, что касается ее жизненных интересов. И слова о существовании глубинного государства, с уст одного из весьма осведомленных бывших кремлевских чиновников, однажды сорвались явно не зря. Помните, был такой министр обороны России Сюрдюков, прозванный в народе Табуреткиным? Сколько над ним потешались и пинали его при любом удобном случае. Да и он сам, похоже, не без удовольствия подставлялся. Как будто выполнял чье-то задание публично и, что характерно, максимально гласно творил такие чудеса, что у почтенной публики только глаза на лоб лезли. Даже армию на парад без наград и с погонами на пузе выводил. Бокок. Многие тогда на это повелись и говорили, ну все, пропала Россия. А потом вдруг, откуда ни возьмись, буквально в одночасти и вроде бы на пустом месте возникла новая российская армия, которая вскоре была признана в мире в качестве второй по боевой мощи послеамериканской. Правда, насчет этого после лично меня тоже терзают смутные сомнения. Особенно на фоне того, как американцы откровенно тупят с новейшими военными технологиями. А в России тем временем, как из дырявого мешка, посыпались прорывные военно-технологические достижения. Причем сразу по всем фронтам. От новейших танков и подводных лодок до полного обновления стратегических и других ракетных сил на основе гиперзвукового оружия. И над всеми этими замечательными штуками, оказывается, уже давно и без лишнего шума работали, как сказал Путин, молодые и очень талантливые российские ученые. Потому что не надо шуметь, когда вокруг вражьи уши и пятая колонна чуть ли не у тебя под кроватью. А уж если шуметь, то только так, чтобы у врага была полная уверенность в том, что он уже в дамках, а ты безнадежный лузер. Вот так это делается в России. А помянутый выше Анатолий Сердюков как раз сейчас активно разваливает в кавычках российский авиапромышленный комплекс. Как вы думаете, доверил бы ему Путин такое, если бы он действительно развалил армию? Поэтому я не буду сильно удивлен, если окажется, что и бесконечные, притом максимально публичные скандалы вокруг якобы безнадежного Роскосмоса имеют ровно ту же Сердюковскую подоплеку. И люди там для этого подобраны соответствующей. И пресса наша гримычная, именуемая либеральной, выполняет ровно ту роль, которая ей в этом спектакле отведена. И только. И как бы тому же Илону Маску не удивиться до глубины души, когда его первые марсонавты будут встречены на Красной планете большим красивым транспарантом с русскими словами «Добро пожаловать» хлебом с солью от хозяев этой планеты дорогим американским гостем. Лично я после всего этого, что уже было сильно удивлен, этому не буду. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях и обязательно выскажите свою точку зрения в комментариях. Также, чтобы ни в коем случае не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и заходите на наш сайт. Там много различной информации о происходящих событиях в мире. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok